Особое мнение на 101FM Встречались в законодательном собрании С заместителем председателя ЗАГСа Ириной Морозовой И я так понимаю, что некое, ну не знаю, такое мнение Что ли солидарное было собрано Потому что в этой коробке должно быть Слушателям, кто не знает или не помнит Напомню, да, о том, что с сентября месяца Семьям, в которых рождается малыш Будут в этот момент вручать коробку В которой будет лежать что? Вот тут вопрос Потому что сообщалось, что какие-то вещи нужны Для семьи, в которой только что появился ребёнок Ну да, было женское, так скажем, собрание Все мамы, поэтому мы делились своим мнением Конечно, первое такое желание И у меня, и у некоторых там присутствующих Было всё-таки это на замену на сертификат Потому что, ну, в итоге вот эта коробка Она получается, ну, ценно необходимая Не знаю, как ещё сказать Для первородки, которая не знает ничего Которой, в принципе, она не знает Что к чему там вообще привязаться С чего начать То есть это женщина, у которой ещё первый ребёнок Да, ну, в принципе, да Потому что те женщины, у которых есть уже дети Мы вполне можем обойтись чем-то другим Значительно дешевле И выбрать, ну, так скажем, на свой вкус Потому что есть некоторые вещи Будут в этой коробке, точнее Которые, ну, так скажем Мне вот лично, например Оно бы было не надо Кому-то, возможно, нужно Но я считаю, что нужно всё равно В итоге брать такие вещи Которые, ну, вот Ну, на 90, там, хотя бы процентов Они точно пригодятся Универсальные, да? Универсальные вещи Но, опять же Почему я говорила про сертификат Но идею не поддержали По причине того, что Всё-таки эта коробка будет распространяться На всю область, что очень ценно Вот в этом огромное спасибо Потому что, ну, все понимают Что бюджеты у нас разные Кировные семьи зарабатывают Одну сумму, а в районных областях Другую Даже не по заработку женщины А по, так скажем, бюджет Который тратится на жителей Кирова И, например, там, на жителей Ну, там, Кумён, грубо говоря Это разные бюджеты Районный, там, областной, городской То есть, ну, жителям Кирова Перепадает, всё равно, так, положа руку на сердце Больше Так Социальных льгот каких-то, ещё чего-то Да, да То есть, тут всё-таки Это распространяется на всю область Что очень ценно Это плюс, так Причина отказа в замене на сертификат Была следующая Что женщины, которые рожают, ну, так скажем В глубинке Они не могут выехать Ну, там, в какой-то определённый магазин А, ну, то есть, имеется в виду сертификат Где-то в какую-то точку торговую Где-то можно всё приобрести То, что нужно Но, вот, положа руку на сердце Не надо делать из женщин, которые рожают в глубинке Древних каких-то мамонтов Потому что все, в принципе, умеют Ну, те, кто рожают, я имею в виду Они молодые Они умеют обращаться с интернетом В принципе, при желании Если бы кто-то поработал и потратил своё время Вполне можно было договориться с какими-то интернет-площадками Сделать вот, например, вот в Питере есть детский магазин Ну, не будем рекламировать Без рекламы, да С которым есть договорённость непосредственно у администрации И люди, ну, вот как мы получаем там пособие Вот нам эти 220 рублей Вот, там, конечно, пособие немножко другое Но у них есть вот эта вот детская карта И они с этой детской картой идут в этот Ну, так скажем, магазин федеральной сети Не местный там какой-то магазинчик А именно федеральной сети И они покупают по этой карте Во-первых, ну, вот если помните У нас была продуктовая карта Когда мы могли покупать, ну, выдавалось многодетным семьям На тысячу рублей в месяц можно было покупать продукты Но мы могли поддержать отечественного производителя И мы покупали только, ну, как бы такие повседневные вещи То есть нельзя было там алкоголь, там сигареты Ну, вот такое вот Почему бы нельзя было сделать это сейчас? То есть договориться с сетью Потому что времени мало, наверное Договориться с сетью элементарно Ну, стоит только потрудиться, так скажем Женщина, у всех этих сетей Даже у детских магазинов Есть интернет-магазины То есть можно... Вот то, что нам приносили навстречу А вам приносили какие-то прям вещи? Нам приносили, да Показывали, ну, ориентировочно, что это будет Вот все эти вещи были как раз скуплены Вот в магазине вот этой федеральной сети То есть это не самый дешевый магазин, так скажем И когда мне, ну, там был определенный перечень Мы каждый пункт там обговаривали И когда я посмотрела, что три фланелевые пеленки 865 рублей Я говорю, ребят, вы что, откуда упали? 865 рублей Любая мать, вот с руками неизвестно откуда Она может купить материал Фланель, да Материал, ну, грубо говоря, разрезать на три части И получить три пеленки Фланель, ну, так, положа руку на сердце Можно даже не обрабатывать Она никуда не поедет То есть Не сыплется, можно не заделывать кромки То есть, ну, кто хочет, он, пожалуйста, там Достанет шейную машину Да, это любой каприз за ваши деньги называется Но я считаю, что 865 рублей за три пеленки Ну, это как-то очень лихо Нерациональное использование Да, тем более для нашей бедной несчастной области Что еще, кроме трех пеленок там, Алена, предлагается Значит, там предлагались пенки для купания Там какие-то шампуни На что мы практически единогласно сказали Что это не нужно Потому что, когда ребенок рождается Ну, дай бог проблем не будет Но у всех свои предпочтения Это не обязательно Ну, то есть, будут все равно Чтобы заполнить какую-то техническую карту Чтобы, ну, закупить там непосредственно что-то Может попасться Ну, извините меня Очень такого нехорошего качества Поэтому это будет просто лежать На это выкидывать там 500 рублей Ну, тоже смысла нет То есть, можно это заменить Я говорю, что, ну, сейчас, конечно Очень много удобств для мам Да, если вот даже вот у меня старшему сыну Там скоро 20 лет И мы жили без памперсов, да То младшие дети, конечно, у меня тоже были в памперсах Ну, не на постоянке Но там куда-то выйти То есть, памперс сейчас в данный момент Это удобно Это, ну, как бы А есть памперсы-то в этой коробке? Есть памперсы Была одна пачка на 22 штуки На что я сказала Ребята, вы уберите лучше Я говорю, вы уберите лучше Пеленки эти, пенки Но вы сделайте либо большую пачку этих памперсов Да, ну, там, по деньгам сделайте Либо там две какие-то пачки Потому что 22 подгузника Там памперсы для Малыша Ребенка Это, ну, пара дней Грубо говоря Ну, конечно, если вот постоянно держать в памперсе Вот Потом Ну, для меня, например Когда там кокосовый матрасик В коляску За полторы тысячи Я считаю, что это тоже баловство Он белый Так То есть, я говорю А вы Практично Вы куда потом его денете? Ну, вот он маленький Он 70 сантиметров 70 на 40 Он маленький Куда вы его потом денете? В коля... В санке В санке Я говорю И что, вы каждый день Его будете по три раза в день стирать? После санок Белый матрас Как бы Он, ну, никакой роли особо не играет Чтобы вот полторы тысячи выкинуть на матрас Я не знаю Я вчера вот специально залезла В первую попавшуюся Вот я залезла в Альберес Посмотрела вот эти вот матрасики Есть всякие Кокосовые там С синтепоном Там Каких только нет От 300 рублей Поверьте Этот матрасик Вам нужен будет вот Ну, буквально там Чуть-чуть-чуть И при том, что дети ведь рождаются и зимой, и летом То есть зимой этот матрасик Когда ребенок там в одеяле Там еще там в чем-то Ему вот этот матрасик Вообще никуда Так Не уперся, да? Вот Летом, конечно, возможно, удобно Положил один матрас Голого ребенка Ну, не знаю В нашей Кировской области Голого Сколько дней в году можно поносить? Не знаю Недели две Вот То есть Из нужных вещей Вот, ну, которые там, да Не вызвали претензий У меня У меня лично не вызвали претензий Это, конечно, градусник Ну, правда, он заложен 200 рублей За 200, я думаю, что они не купят Дороже стоит? Он стоит дороже, да Так Вот Ну, смотря, конечно, что они хотят купить Там, не знаю какой Вот Потом Мы сговорились, что будет все-таки Это не коробка А эко-сумка Ага 50 рублей То есть, ну, тебе, да Тебе это все дали Положили А дальше-то куда эта коробка? На память Если Ну, я не знаю Как бы это такое хранить Картон просто, да То есть Если первоначально в Москве Выдавали вот эти вот Коробки новорожденного Они рассчитывались С тем Умыслом Что Ну, на каких-то там Ну, приехали куда-то, да Вот пока кроватки нет Под размер ребенка Ага Я об этом сказала Да Я об этом сказала Говорю, вы тоже с этой же целью? Ну, как бы Нет-нет-нет Вы что? Ведь сразу придет там опека Я говорю, ну вот Как можно ребенка вместо кроватки Держать коробки Да До маразма-то доходить не надо Тут, собственно, ну Ничего такого И мы в свое время, да Когда куда-то приходили Хотели спать Мы и на сулях спали Ничего с нами не случилось Вот Потом там, значит Что еще из нужного? Из нужного Мы Там были чепчики Мы сговорились Что чепчики мы не будем брать А возьмем трикотажную шапочку Потому что Я вот лично упирала на то Что дети рождаются разные Кто-то рождается полтора килограмма Кто-то рождается четыре с половиной Соответственно И голова разная И Сложно угадать с размером Сложно угадать с размером Также сговорили Что подгузники Все-таки Мы будем брать не единицу А хотя бы двойку Потому что Единица На подросшего немножко малыша Это не на подросшего Ну в зависимости В зависимости В зависимости Какую фирму они купят Какая пройдет у них на торгах То есть Одни подгузники Единица Они будут нормально Реально туда Пятикилограммовые дети Влезут А в какие-то подгузники Даже трехкилограммовые С трудом влезут Поэтому Очень много тонкостей Очень много тонкостей Да Которая Потом там была одеялка Вот за одеялко Я в принципе согласна Но то качество Которое показали нам Хотя На этикетке Было написано Что это хлопок Я говорю Ребят Ну вы Сами-то ведь вы не слепые Вот галимая синтетика То есть Договорились Что в тех заданиях Как-то они будут Обговаривать Чтобы вот Ну непосредственно Было хорошее качество Не знаю В принципе Вот Также посмотрела Вчера на Вальбересе Байковые одеялки В которых мы В свое время В которых мы все выросли В которых мы выросли Да Они стоят В районе Четырехсот рублей Здесь на одеялко Заложено полторы тысячи Ага Но Ой нет Вру Тоже по-моему Пятьсот рублей Но вот то Что нам предоставили Это вообще Галимая синтетика В общем Качество не то Качество вообще не то Хотя на этикетке И по всем этим Характеристикам Покупали Типа хлопок То есть Что положат Маме В эту коробку Что закупят Сказать трудно Потом Также там был Демисезонный комбинезончик Да Он хорошенький Но опять же Опять же Ситуация с размерами Опять ситуация с размерами И ситуация со временем рождения То есть Ну Купить там Какой-то костюм Ну вроде договорились На 74 размер Чтоб ну На побольше Но дети Это тоже могут Этот размер Прорасти И этот комбинезон Не одеть На комбинезон Заложено тоже Полторы тысячи рублей То есть Вот я и говорю Что Если бы был сертификат Мама бы пошла Купила Во-первых себе Того цвета Которого Ей нужно Здесь договорились Что будет нейтральная Рассветка Ни мальчика Ни девочки Ни розовые Ни глупые Да Ни мальчику Ни девочке То есть Ну чтобы подходило всем Вот Потом там будут Соски Опять же Соски Это дело такое Пустышки имеется в виду Пустышки В принципе Ну да Идея-то хорошая Но в итоге Я так боюсь Что половина Та будет лежать Половина коробки Будет лежать без дела Да И А если бы говорю Вот если бы просто договорились С каким-то детским магазином И мама бы пришла Может быть она Заложена там 8600 На ребенка То есть Мама на эти 8600 Могла бы купить Непосредственно Мы же не в какой-то там Ну продуктовый магазин Их отправили куда-то Мы отправили непосредственно В детский Можно договориться Что например По этому сертификату Мы можем купить Только вот Ну там Вещи для новорожденных Ну то есть Не пришло там С детьми там 10 человек И накупил им там Всяких школьной формы Там колготок и туфелек Вот А именно Вещи для новорожденного То есть Продавец знает Что вот этот сертификат Он непосредственно Дан для вот этого Этого Ну мы же помним Да Мы вспоминали Вот этот проект Когда выдавали Вот эту карту Тогда же была история Покупай вятская Да То есть Можно было по этой карточке Купить только Только товары Наших производителей То есть Это все Можно сделать Это все Я и говорю Что было бы желание Да То есть На 8600 В принципе Можно купить Кроватку Можно купить коляску Ведь кому что нужно Может быть У там У мамы уже там Пятый ребенок И у нее этих ползунков Там и всего остального Целый шкаф То есть Не надо забывать Родители обмениваются Обычно Между собой В городе Тем более Что маленькие Это не изнашивают Это в принципе Имея Так скажем Склад С этой одеждой И постоянно Передавая Вот это Все перебирая Я прекрасно вижу Что детские вещи Они практически Нетронутые То есть Там Есть какие-то Повседневки Какие-то Слюнявчики И то Нам приносят Слюнявчики Они практически В идеальном состоянии То есть Дети все разные Кто-то Свинюшка Кто-то Вообще Чистюля И у него Не дай бог Капает Я знаю Что у меня У знакомой Был ребенок Кашу ест С ложки Не дай бог Какая-нибудь капля Упадет У него истерика Будет Что капля Там какая-то Упала То есть Все дети Разные И вот эту сумму Просто можно Было дать Семье Непосредственно На то Что они могут Потому что За эти деньги Можно купить Неплохую коляску И неплохую кроватку А почему Кстати говоря Этот вариант Не рассматривался Вам объясняли? Я и говорю Что сказали Потому что Мамы Которые рожают В глубинке У них нет доступа А не будет возможности Не будет возможности У всех должны быть Равные возможности Я говорю Так у вас равных возможностей Не будет все равно То есть Дети Родятся разные Вот у нас есть тоже Многодетная семья Там девочка Младшая Она Она такая крошечная Она такая маленькая Что Вот она носит сейчас Одежду Там 90-100 сантиметров Она уже в садик ходит Она не до того Туалета Из меня Из меня Не достает То есть Все дети разные Кто-то большой Вот вчера женщина Приходила 10 лет Рост 158 Это много или мало? Это очень много Это крупный ребенок То есть И вот Еще в этой коробке Там будут Эти Штанишки Тоже Ползунки Ползунки Там принесли сначала Такие малюсенькие Я говорю Слушайте Вот в эти малюсенькие Из 100 женщин У одной может быть Ребенок родится Вот такой вот маленький Вот Ну 56 сантиметров Когда А коробки Я так понимаю Будут формироваться Они же будут Формироваться Не так Чтобы Какого размера Вам положить Нет Они будут Там будет Трое ползунков Вот были 56 62 68 Мы сговорились Вроде 68 72 И 70 Побольше Да Ну чтобы Я говорю Даже если там Они велики Ну бог с ним Они потом там Доносят То есть ползунки Они еще ладно Бог с ним Они уйдут Да Но опять же Весь вопрос Встает в том Где они будут Это покупать Потому что Мама Ну особенно Уже опытная мама Она все это Купит в разы Дешевле Она вот На эти бы 8 тысяч Особенно Ну учитывая Что очень частые Распродажи В таких детских Магазинах Да Она бы купила На эту сумму Намного больше И лучше Чем Вот ей бы Ну ей предоставили Я понимаю Что дареному Коню в зубы Не смотрят Но нужно наверное Как-то рачительно Сумма-то ведь Не маленькая Это не 800 рублей Ну конечно То есть сумма Достаточно большая И ну можно было Ее потратить С большим умом Ну еще можно было бы Наверное и местных Наших производителей Поддержать Я не знаю У нас точно есть люди Кто Ну организации Я имею в виду Компании Кто производит Например косметику Для детей Это точно есть В Кировской области Своё Ну косметику Вот мы и решили Что мы Что мы оставим Там только крем Детский Детский крем Да Потому что Ну всем детям Необходим все-таки Массаж Там уж на усмотрение Родители кто-то и не делает Но все-таки Большинство Делает А этот Крем Он как раз Подходит То есть Ну сначала хотели Все убрать Я говорю Оставьте крем Даже если Ребенку Он не подойдет В конце концов Мама там Руки На грудь Намажет То есть Ну как бы Крем-то точно Будет нормальный Да Ну и текстильные У нас же есть тоже Производство То есть можно же было Наверное и поискать Вот эту же детскую одежду Ну вот Чтобы двух зайцев Что называется Я и говорю Что можно Можно бы было Если бы было желание А что-то говорят По поводу того Как будет вообще Трансформироваться Вот эта вот история Это разовая такая Акция Там до конца года Я насколько понимаю Деньги выделены Или будет продлен Этот проект Вот видимо Посмотрят Ну вот сейчас Кому повезет То есть посмотрят Вообще Как как бы Пойдет это Не пойдет Какие отклики Будут у мам Я понимаю Что вот ну Что бы Что бы кто не делал Всегда будут недовольны Это сто процентов Ну просто Я думаю Что Были бы какие-то Если бы варианты Было бы лучше В Москве ведь тоже Есть варианты Ты либо берешь Эту коробку Либо у тебя Денежная компенсация То есть там есть Этот вариант Там есть выбор Там есть выбор Да Там денежная компенсация Меньше Чем вот тратиться На эту коробку Но По крайней мере Ты Берешь Эти деньги И покупаешь То что нужно Непосредственно Твоему ребенку То есть вот Ну кто-то Пьет из Стеклянных бутылочек Бутылочка кстати Там тоже будет Кто-то пьет Из пластиковых бутылочек Кто-то берет Только Эйвоновские Бутылочки И никакие другие Да Реклама сейчас была Да-да Это не реклама Нет Ну я имею ввиду Что мама Особенно та У которой уже есть дети Она все-таки Ну опыт какой-то есть Она уже делает То что Удобно для себя Чтобы облегчить И себе все-таки Время какое-то И то что она знает Что ребенку От этого будет лучше То есть я ей говорю Что просто нужно было Ну как-то ограничить Что непосредственно В такие сети Вы можете обратиться А с продавцом поговорить Что вот раз Это сертификат Значит вещи Новорожденные Там Ну не какие-то там Курточки там все А вещи для новорожденного А в новорожденных Входят в принципе Дети до года То есть там Ну ползунки Можно купить Разные Я говорю Потому что дети Все разные Это было бы наверное И удобнее И честнее По отношению к маме Там Ну к семье Когда она уже знает Я говорю еще раз Что коробка Она в принципе Собрана для мамы Которая идет Из роддома Да Вот в первый раз То есть с первым ребенком И которая А потом она приноровится И она поймет Что вот Блин Открыла вот эту соску А он ее вот Да Он ее не берет Пеленки за 800 рублей Можно было сходить В магазин Потому что сейчас В пеленках То уже даже В роддоме Никого не держат Все в подгузниках Все в штанишках Сразу То есть я вот У меня Младшей дочке Уже 8 с половиной лет Уже даже тогда Уже в пеленке То не пеленали Я там Ну По старинной привычке Раз ребенок со мной Я там ее ноги пеленала Вот Но В принципе Сейчас одевают Просто штанишки Да Это удобнее Это там Как-то Но Тем не менее В общем все родители Все родители разные Все родители разные Решение как я понимаю Неизменно Да То есть все-таки Оно принято в пользу Вот этого готового набора В пользу Да Этого набора Но по крайней мере Вот отстояли Какие-то позиции Которые Ну на самом деле Они Ну Тратить такие деньги Вот Ну получается Три ситцевые пеленки И три Фланелевые пеленки Почти полторы тысячи Ну это бред Ну вот Вы меня убейте Ну это бред Вот просто Ну Денег жалко Они хоть и не мои Люди 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 от души хотели Алена Понимаете А мы опять критикуем Нет Так от души Это все понятно Но я еще раз говорю Что это не такая маленькая сумма Чтобы вот ей вот так вот Разбрасываться Давайте рациональнее Мелочь Да Надо как-то Ну подходить-то так По-хозяйски Так скажем По-семейному Ведь на эту сумму Можно купить Значительно большее количество Каких-то вещей Для ребенка Чем вот эти шесть там Пеленок Которые не нужны Да Могут оказаться Да Ладно В общем ждем Посмотрим Какие будут наборы В итоге Ну тем не менее Все равно Спасибо Ведь долго Про это разговаривали Я об этом говорила Еще когда Опять не будем рекламировать Когда еще Белых был Когда вот я Ну я же общаюсь Там с другими городами Когда тут подарок Там подарок Ведь я говорила Почему Никто ведь не просит Там на сумасшедшие деньги Там Ну просто какой-то презент Эту же пачку памперсов Дай Да И то приятно Вот ты выходишь Из роддома У тебя еще ничего нет Как правило Папы там В магазин посылаешь Вот я смотрю Иногда в магазине Дайте мне памперс Вам какие Сколько штук Все Ступор Просто вот Особенно вот Молодые папы У которых вообще Никого нет Да У женщины как-то Это все равно Еще Ну немножко там Смекалка по-другому Работает Да У папы-то это вообще Просто ступор Вот И вот Если бы она приехала Из роддома С этой пачкой Там памперсов И она понимает Что несколько дней Она вот с этим Уже заморачиваться Не будет И она по крайней мере Там вместо того Чтобы эти пеленки Там всякие Поднимая Подтирать Она одела В памперсе Хотя бы там Поспала пару часов Да Вот это для нее Был вот реальный подарок Ну в общем Хорошо что сделали Все Нет Это очень хорошо Я надеюсь Что просто они посмотрят Ну как бы Как это все начнется На отзывы Я надеюсь Да Я надеюсь Что это все Не закончится С боем курантов Будет продолжаться И как-то Может быть В дальнейшем Там Пересмотрится В пользу Тех или иных вещей Там Посмотрят уже На отзывы мам Что мамы Скажут на это Ну и не знаю Может быть Вернуться как раз К обсуждению Вопроса С сертификатом Если будет Такая возможность У нас остается С вами до рекламы Пять минут Чтобы далеко Вот от этой темы Не уходить С детскими вещами И всем остальным Алена давайте Вот тут федеральная Просто есть Небольшая статистика Телеграм-канал Ее публикует По поводу того Что сейчас происходит Вообще На рынке детских вещей Все очень резко Подорожало Это правда? Ну подорожало Ну как сказать Кто ищет Тот всегда найдет Смотря какой Какая одежда нужна То есть родители Которые считают Ну вот У меня Тоже опять же Есть знакомая семья Я говорю Ты почему второго Не рожаешь? Возраст уже Ну такой Надо рожать Либо рожать Либо уже Ну как бы все Успокоиться Ой да что Да ты Вот Пусть у моего ребенка Будут лыжи Там лучше за пять тысяч Но вот у него Будут вот такие Вот чем вот У меня будет двое детей Но я говорю Вот поверь мне Ломать лыжи За пять тысяч За пятьсот рублей Вот одинаково Вот я говорю Им без разницы Сколько это стоит Я Вот по своему примеру У меня когда Двойняшки Садика выпускались На Не выпускались В смысле Новый год был Родители решили Подарить подарки Девочкам Всем куклы Мальчикам Машинки Не машинки Такие наборы Пластмассовые ящики И там три инструмента Там молоток Что-то там В общем три каких-то инструмента Пластмассовых Шестьсот рублей У меня двойняшкам Уже так на минуточку Почти тринадцать То есть это было Ну давно То есть деньги Это были нормальные Я говорю На меня не покупайте Во-первых Два одинаковых Пластмассовых набора У меня От старшего сына От племянника Вот каких только инструментов Нет Я говорю Мне это не надо Я куплю сама Скажите мне Какой пакет там Ну возьмите на меня пакет Я сама туда просто положу Любой подарок И все Да И ну как бы И все на этом закончили Новый год Всем эти чемоданы дарят Все Мои значит дают пакет И мои полезли А я сходила Ну опять без рекламы Но фикс прайс Купила за пятьдесят рублей Пистолетик с трещоткой С огоньками такой Еще тогда пятьдесят рублей стоило Положила им Значит Они достают эти пистолеты Нажали Все мальчики Побросали все эти чемоданы За шестьсот рублей И к моим А почему у меня нет этого пистолета А почему у меня Я говорю Я же вам говорила Детям без разницы Сколько стоит ваш подарок Им главное внимание Им главное Что вот Ну На них обратили внимание Их поздравил там Дед Мороз Им без разницы Сколько это стоит Поэтому Ну не надо Вот я говорю Вы дома можете Подарить все что угодно Но вы поймите Что в каждой группе В каждом классе Есть та семья Которая не может себе Позволить эту вещь Некоторые Стесняются Об этом сказать Они Там Они могут сидеть Там потом Три дня на хлебе Они внесут эти деньги Потом сидят Крокодилями Слезами ревут Я эти семьи Знаю Потому что я Ну казначей Как бы везде Потому что я Ну я знаю Вы с ними работаете Я знаю Да Все эти семьи Вот Когда реально Семья не может Себе позволить Но она и не может Сказать нет Я вот к таким Не отношусь Если я считаю Что мне это не нужно Я прямо говорю Я в этом не участвую Я это покупать Не буду там Или это Мне без разницы Как на меня Посмотрим Подорожавшие товары Вы Подорожавшие товары Меня лично Не коснулись Так Потому что Ну во-первых У вас много детей Как говорится Да У меня много детей У меня остается Там и после старших Вот Двойняшки у меня Не из того Так скажем Материала Когда вот Они должны одинаково Носить Потому что Есть двойняшки Которые нет У нас только одинаковые Мои Даже Цветовую гамму Никогда одинаковую Не оденут Не говоря уже О модели Там фасон То есть Ну Они абсолютно Два разных человека Они никогда Не носят Все это одинаковое И поэтому Ну Все это остается Размеры у всех разные То есть У меня с этим проблем нет К тому же Когда дети растут Нужно значительно Меньше одежды Это когда Маленький ребенок Рождается Идешь в магазин Ути-пути Как здорово Ой какая штучка Да я куплю Потом эта штучка Лежит Даже с биркой Вообще не открытая Не одетая Никому не надо То есть Ну Рациональные родители Рациональные Они следят за этим Они следят за этим Во-вторых Очень много Распродаж Всяких У нас Очень много Всяких Сейчас интернет Магазинов Где можно Там напасть На хорошую Скидку Купить То что Там Нужно Да Есть Куча Всяких Этих Закупок Сейчас В сети То есть Ты участвуешь Ты Ну По отзывам Смотришь Там Где-то Маломерки Где-то Большемерки Где-то Там Пересорты То есть Ты уже Ну На себя Берешь Там Готов Ты к этому Не готов То есть Вариант Можно найти Всегда Секонд-хенды Ну Был Вещи У нас Полно Фондов В которых Ну У нас Да У нас Такое Вещевое Потребительство То есть Люди Покупают Покупают Кому-то Надоело Кто-то Потолстел Кто-то Похудел Кто-то Там Еще Чего-то Вещей Море Просто Если Обратиться Тебе Вот Тебя Оденут С ног До головы То есть Ну Вот У кого Вообще Там Аховая Ситуация Потому Что Вот Я Шли люди Взяли То Что Им Нужно Вот Сейчас Все Что Там Останется Мы По Районам Отвезем Передадим Всеми То есть Вещи Сейчас Это Не Какой-то Такой Вот Ну Прямо Вот Жизненно Необходимый Кризиса Сейчас Нет Я думаю Что Кризиса Сейчас Нет Ну Я Еще раз Говорю Что Есть Родители Которые Вот Фирма Не Фирма Чтоб Там Бирка Не Бирка Никогда Они Там После Никого Не Оденут Но Это Частности Это Их Проблемы Так Скажем А для Общего Для Общей Массы Я думаю Что В принципе Особо Ничего Не Изменилось Алена Чеснокова У нас В гостях Председатель Ассоциации Защиты Прав Многодетных Семей Кировской Области Уходим Сейчас На рекламу Вернемся И Продолжим Разговор Особое Мнение На 101 ФМ Возвращаемся В эфир Алена Чеснокова Председатель Ассоциации Защиты Прав Многодетных Семей Кировской Области У нас В гостях Мы Продолжаем Еще Одна Тема Которую Обсуждают Последние Две Недели Довольно Активно Это История С записей Детей В первые Классы На прошлой Неделе Говорили В этой Студии С депутатом Законодательного Собрания Ольгой Проблема В следующем Наверное Все родители Кто записывал Знают Есть определенное Количество Школ Так называемых Престижных Либо С большим Углублением В какие-то Предметы Куда родители С большей радостью Своих детей Хотели бы отдать Эти школы Ежегодно Сталкиваются С огромным Наплывом Желающих записаться И оказывается Так что Из-за Льготных категорий Детей Которые имеют Преимущественное Право записи Дети даже По прописке В эти школы Часто не попадают Ольга Трыкина Говорила о том Что возможно Стоило бы Пересмотреть Какие-то Льготные категории В том смысле Что 50% Например Льготников В школу попадает 50% Все-таки Идут те Кто по прописке Просто так Иначе Дети Как мы понимаем Остаются в ситуации Когда вынуждены От своего дома Ездить куда-то Там На автобусе В школу А как вы будете Эти 50% Выискивать В смысле Ну вот Сделают квот Ну И Те кто записался Ну вот даже Вот по этому году Да говорим В прошлом году Села одна программа В этом году Села другая программа То есть Те кто записался В прошлом году Там через госуслуги Они пролетели Потому что госуслуги Зависли Да То есть Они по времени Не прошли В этом году Какая там Вторая это программа Наша Они записались Через эту В этом году Она повисла И если человек Ну подал документы В 9.01 Когда база Развисла Грубо говоря Оказалось Что он подал В 9.41 И к этому моменту Все уже И к этому моменту Да Они оказались То есть Тут Ну На это Смотреть Как бы Очень так Чревато Если Опять же Начнется Кто первый Подал Это опять Начнутся Очереди За несколько суток Там В эту школу Чтобы даже Ну пусть Это же живое заявление Подать там В эту школу Да Чтобы туда попасть То есть У нас-то вообще Выход-то только один Строить школы Других-то вариантов Нет вообще Тут никакие квоты Никуда не Да Когда федералы Делали эту льготу Про братьев и сестер Мы имеем в виду Да Про братьев и сестер Да Они же Не смотрят На региональные школы Они же смотрят На московские И питерские Где в принципе Строится микрорайон Сразу строится Школа-садик Там нет таких проблем Со школами Поэтому Им вот это чуждо Почему? Потому что Наше Уважаемое Правительство Пишет наверх Отчеты Что у нас Все классно Если бы у нас Не было таких отчетов И люди бы Признались Своей беспомощности И сказали бы Ну ёпарс Ну вот Ну так получилось Ну нет у нас мест Не можем мы Про какую там Одну смену Мы в две-то смены Не можем Впихнуть Помогите нам Я думаю Что им бы Да Им бы может быть Там сказали Ай-яй-яй Не получите там Какую-нибудь Квартальную премию Но по крайней мере Они были честны Перед своими Избирателями Перед теми людьми Которые Ну как бы На них смотрят И на которые На них надеются От которых Вообще Это может что-то Зависеть Ну смотрите Алена Дают же деньги На школы На строительство Они строятся Только я так понимаю Что объема вот этого Который есть По строительству Его все равно Не хватает Ну вот смотрите У нас очень много Всяких строительных фирм Так У нас вот Ну может быть В каких-то сферах Вот этот 44 закон Да Который Выбирает Самого Дешевого Вот Может быть Он где-то И хорош Но Вот зная С чем я сталкиваюсь Что по лекарствам Что по каким-то Закупкам Что по каким-то Работам Это вот прямо вот Кость в горле Это Ну это такой Камень преткновения У нас что Некому У самих Людей нет Чтоб там Дороги сделать Чтоб там Плитку какую-то Положить Нет Мы из другого Конца света Там кого-то Привозим Они у нас Работают Получают Эти три копейки И потом спросить Неского Потому что Эти люди Вообще здесь Не живут Вот любую Вещь возьми У нас ведь Некировчане Это делают То есть Люди Которые бы Могли Здесь Сами Зарабатывать Платить Налоги Чтобы Наш бюджет Рост Нашим Работать Негде Ну зато мы Типа Мы самых Дешевых Взяли Но с которых Мы потом Спросить не можем Потому что Они это сделали И закрылись Все Мы больше Никого Не найдем Уберите Ну вот я не знаю Кому нужно Обратиться Уберите В этот закон Дайте Вы Местным Работу Дайте Вы местную Возможность И при том Что Застройка У нас идет Сейчас Даже вот В настоящий Момент Да Жилья Очень такая Ну активная Кто дает Разрешение На застройку Если рядом Не социалки Ну сейчас Как раз Я так понимаю Что столкнулись С проблемой С этой В том числе И строители Потому что Тоже пошел Перекос Скажем так В ту сторону Что участки Вроде есть И давно Да В собственности И тогда еще Не было Вот этих Вот всех Норм Которые обязывают Строить социальную Инфраструктуру Вместе С жилым микрорайоном Да И сейчас У строителей Вопрос Почему Задним числом Меняются Правила игры Они вроде бы Не против Даже строить Но вот Насколько Мы разговаривали В этой студии С представителями рынка Говорят Что те деньги Которые предлагаются За которые предлагаются Построить школу Это деньги Ну нереальные Скажем так Так ведь про это Плохо не хочется Делать Так ведь про это И речь Про это и речь Потому что Наверх-то идут отчеты Что мы молодцы Что мы ни в чем Не нуждаемся У нас все хорошо И все у нас И строится И цветет И пахнет А на самом-то деле Я говорю Если бы просто Признались Своей вот Беспомощности И попросили бы помощи Я думаю Что им бы дали Эту помощь Это все регионы Если пойдут Вот так Признаваться В своей беспомощности Ну а что делать Ну вот смотрите Да Очень хорошо Что сейчас Там помогают Семьям С детьми Там дают Какие-то пособия Но Опять же Их получают Далеко не все Потому что Там куча Всяких Но Во-вторых Там берут Прожиточный Минимум На человека До До налогообложения То есть люди Эти деньги Не получают До вычетов Налог То есть У людей Этих денег Нет Во-вторых Никто Не берет В расчет Расходы Да Доходы У тебя Вроде бы Как бы Есть Но при этом У тебя Ипотека У тебя Там Трое-четверо Детей У тебя Все эти Кружки Платные У нас Условно Бесплатная Медицина И условно Бесплатное Образование На самом деле Мы все это Прекрасно Понимаем Где и как Приходишь в школу И говорят У нас там Потолок падает Ваши дети Будут сидеть И родители Давайте мы сделаем По большому счету А почему я должна Ремонтировать Государственное Учреждение Почему Потому что Опять же Директор Пожалуется В администрацию Скажет Вот у меня Там это падает Скажет Ищи где хочешь И он бежит Опять к родителям С протянутой рукой А администрация Отчитывается У нас здесь Сделан ремонт У нас тут Все подделано Все зашибись Нам ничего не надо Конечно не надо Если это родители делают При том что Если бы родители Например Сказали Вот дружно Всем классам Сказали Мы это делать не будем Встаньте со стула Идите Просите где хотите В конце концов Наши дети Обязаны учиться Там В нормальных условиях В общем считаете Мало просят Мало просят И не признаются Они замалчивают Проблемы Перед верхом То вся проблема В этом Потому что Ну все надо Ко всему надо Здраво подходить Я говорю Вот даже взять Мой район Где я живу А вы где-то на юго-западе По-моему Да Ну красная горка Поставили две свечки Ну собственно Ладно Мало того что У нас дома сейчас Окна в окна У нас не показывает Сейчас телевизор Из этого дома Да То есть для нас Это неудобство Но самое главное Что наши дома Сейчас отрезали От сорок седьмой школы То есть ту школу Которую видно У меня из окна Если у меня вот дети Сейчас вот в этом году Пошли Они бы пошли Уже в сорок вторую школу Это две остановки На минуточку Это Постоянная там Грязь и лужи Это время То есть если В сорок седьмую Они у меня могут выйти За пять минут До начала Уроков То там они должны Выйти как минимум За сорок минут Это тоже время А когда маленький Ребенок идет Это ненормально Потому что Они К сорок седьмой школе Привязали весь метроград Я все понимаю Но почему Это решается За счет Одних детей За счет других То есть если Люди Заведомо знают Что в метрограде Нет никакой Социалки Но они покупают Там жилье Тогда будьте готовы Или и вы Идите И выпрашивайте Чтобы вам там Это делали Изначально Вы же когда туда ехали Там же собираются Строить новую школу По-моему У нас там собираются Мои внуки Наверное Уже школу закончат Когда там Соберутся уже В итоге В общем Больше надо строить Алина У нас просто Очень мало Времени Да Говорить-то Можно долго Я говорю Просто люди Они должны Сидеть ровно Они должны Заявлять о себе Как правило Ой там К моему ребенку Будет плохо Относиться Если я сейчас Рот открою Да поверьте мне Не будут Как только Вы научитесь Отстаивать Свои права И защищать Своего ребенка Поверьте мне Будет все Совсем не так И будут И школы И садики И все остальное Посмотрите Ведь так же Как с этой С какой Двадцать пятый Двадцать пятая школа Это которая В чистых прудах Двадцать пятая Родители Родители вышли Родители объединились Да Им помогла Оля Спасибо ей огромное Но их услышали Да Но их услышали Уже в этой школе Два класса откроют И в другой школе Откроют три класса То есть эти дети Уже не куда-то там В город будут ездить А хотя бы Вот в эти Близлежащие школы Очень будем надеяться На то Что все-таки Проблемы Как-то начнет решаться Алена Чеснокова Председатель Ассоциации Защиты прав Многодятных семей Кировской области Была у нас в гостях Программа Особое мнение На этом заканчивается Алена Спасибо И до свидания Спасибо До свидания Особое мнение На 101FM